на карибах тузики привычно закрывать это такая традиция на мартыники не воруют но в принципе карибы достаточно опасное в этом плане место и чтобы вырабатывалась правильная привычка мы закрываем на ключик специальные морские замки которые не ржавеют в соленой воде а а Вот мы приехали сейчас на Тузике на лодку и просто разгружаем пакеты из супермаркета к нам на борт. О том, что мы купили и за сколько, мы расскажем чуть-чуть попозже. Но вот доставка происходит следующим образом. Это одно из моих любимых мест на Карибах, потому что в супермаркет можно ездить как на машине, просто на Тузике. Приехал, скупился, приехал на лодку. Отлично. Итак, продукты, которые мы купили, нам обошлись в 200 евро, 190 с копейками. Но у нас там и бытовая химия, и все. Вот как они у нас выглядят. Итак, первая часть нашей закупки это заморозка, то что уходит в морозилку. Мы купили 2 килограмма грудок куриных по 1,5 евро за полкилограмма. Мы купили свиных, таких вот это 3 евро за килограмм. Это килограмм? Это килограмм, да. И говядина 10 евро за килограмм уже такие в видеотбирных. И сардины килограмм где-то порядка 5 евро. Все это уходит в заморозку, это у нас недельная-10 евро. У нас морозильная камера, в которой у нас просто вот это все хранится. А, и купили вот за 4 евро тут на 8 котлет фарша. Ну что, продолжаем рассказ о том, что мы купили. Итак, дальше. Овощей мы купили очень много, потому что, чтобы часто не ездить и сумки с собой не возить. Короче, в этом супермаркете очень хорошие цены на овощи, поэтому мы скупились прилично. Короче, яблоки по 2 евро за килограмм. Яблоки какие-то супер с препозиция за 1,5 евро за килограмм. Виноград не очень вкусный, но днем хорошо заходит из холодильника. Огромное количество морковки, потому что морковка свежая и прикольная, это мы будем фрешить делать. А почему она была? Она где-то по 2 евро за килограмм. Да, тут помидоры немножко странного вида, но это лучшее, что есть пока. Где-то 3 евро за килограмм. Очень странного вида огурцы. Они тут все, это самые маленькие. Я выбирала тоже там, ну все в каких пределах. Дальше несколько видов тапиоки. Это не тапиока, это бататы. Бататы. Это сладкий картофель. Сладкий картофель из Сережиных покупок и его будущих блюд. Это маниока. Маниока. Подожди, дай его ближе, покажу это маниоки. На самом деле это все такое типа картошки. Корнеплоды. Корнеплоды. С разными. Имбирь. Там где-то 3 евро или 4 евро килограмм. Вот это фигня. Эта штука называется Кристофер. Но что это такое, я не знаю. Мы решили просто его вот купить, разрезать и посмотреть, что это такое вообще. Потом пучки зелени с корешками салат за 1,5 евро. Нет, по-моему, 1,20 евро за пучок. Вообще во французских территориях еда очень вкусная. То есть и в супермаркетах нельзя сказать, что дешево. Но это, кстати, один из самых дешевых супермаркетов. Нет, это дешевый. Относительно корифора он реально дешевый. Потому что там куриная грудка стоила 10 евро за... Нет, 23 евро за 1,5 килограмма. А здесь похоже от Снакс. Здесь 16 килограмм была куриная грудка. 1,5 евро за 1,5 килограмма пачку. Короче говоря. Ладно, давай. Это мы тогда пакуем и идем дальше. И два вида бананов. Одни бананы десертные бананы называются. Это обычные бананы, такие как постариканские, а это местные мартинические. И местные вот такие с закорючками бананы. Мы их когда будем есть, я расскажу, какие они там по вкусу. Ну и мята в коктейле. Это из-за фруктово-овощного. И еще авокадо 4 штуки. Тоже они где-то в районе 3 с лишним евро за килограмм. Следующая секция продуктов. Это, короче, не знаю, общие средние продукты. Соки томатные где-то по 1,5 евро. Уксус яблочный евро 60. Яблочное пюре, очень популярный тут продукт. Яблоки, печеньки, мороженое где-то по 3 евро за упаковку. Хлеб, всегда свежий, вкусный. Сережины любимые паштетики по 1,5 евро. Фуа-гра, фуа-гра. Фуа-гра, фуа-гра. Наш суперлюбимый продукт, это сливки в молоко. Они не во всех регионах продаются. Здесь увидели, обрадовались, накупили. Это вместо молока в кофе. Потом йогурт, творог. Ну, собственно, и все. Это из среднего такого. Базильник по пол евро за баночку. По бытовой химии мы тоже скупились. Это мы делаем где-то раз в месяц, раз в два месяца. В зависимости от интенсивности использования всего. Короче, из прикольного тут есть в сыпучем виде хлорка. У нас в жидком и в спреи, и во всех есть, а в сыпучем не было. Ну и остальное, стандартное, крот. Жидкость для нашей стиральной машинки, которая скоро заработает. Кстати, у нас уже стиральная машинка установлена. Вот так вот она находится. Вот здесь у нас еще немножко лодка разобрана, потому что мы как раз ее подключали. Ну вот, вот так она у нас будет стоять. Еще что интересно, тут из местных особенностей, в этом магазине Лидер Прайс, нам он понравился по своим ценам, реально Лидер Прайс пока. У них на кассе пробивают все по отдельным разделам. То есть, отдельно бытовая химия, отдельно мясо, отдельно фрукты. Получается, они еще и подбивают итог, сколько вы, допустим, химии купили, сколько чего, о чем. Ну да, на самом деле очень удобно для тех, кто потом приходит и смотрит так, куда ушли бабки. Но здесь мы были приятно удивлены ценами. На 190 евро мы хорошую такую закупку сделали. Мы, конечно же, вам сказали не о каждом продукте отдельно. Еще были яйца и всякая другая фигня, которую мы не рассматривали. Но купили кучу всего. Помните, я вам показывал, что у нас вот такая штучка крутая есть? А ну, посмотрим, как она работает. Круто работает. Ну, вторую дырочку, чтобы было пить удобно. По одной же, никто не делает. Потом берешь такая. Это мой кокос. Я, ну, это забираешь мой кокос. Ну что, идите сейчас, я покажу, что здесь вообще вокруг происходит. На таком маленьком моторчике мы сейчас едем, потому что наш большой находится в сервисе. А на Карибах 3,5 лошадиных силы – это очень мало. Катастрофически мало, из-за того, что большое расстояние. И где-то миля, полторы мили, две. И на таком тузике при скорости 4, там, максимум до 5 узлов – это очень долго. Вот наша скорость 4,3, сейчас 9,30. И вот мы проехали пока ноль, только выехали. И сейчас мы, когда доедем, я покажу, сколько времени заняло, какое расстояние. Сейчас мы проезжаем через якорную стоянку. Это вот там марина, а здесь просто якорин. И есть еще одна марина. Кстати, видите, лодка затопленная, одна мачта из воды торчит. Вот эта марина, но она более техническая. И вот этот пирс более технический. Сюда люди швартуются, те, которые в основном нужно ремонтировать лодки, потому что здесь находится коренаж. То есть это центр, когда поднимают лодки краном. И тут находится много всяких технических мастерских, магазинов. Это именно то место, куда мы едем. Я покажу, как сюда добраться. Тут есть хороший доступ для Тузика, прямо Тузиковый пирс. И рядом супермаркет. Но супермаркет я вам уже показывал, поэтому сейчас проведем экскурсию по технической части и возможностям марины. Вот этот маленький пантом, который спереди, это как раз пантом супермаркета. Вот спереди вы видите кран. Это как раз вот коренаж, центр. И вот сюда мы едем. А вот как люди перемещаются на более быстрых Тузиках, и то он сейчас сбросил газ, чтобы здесь волн больших не делал. Фонтон для Тузиков. И вот тут такой трос, за него нужно цепляться. Ну, этот бот-ярд, это все понятно. Я думаю, здесь ничего интересного нету, просто ездят краны. Но плюсом этого места является то, что здесь большое количество магазинов и всяких мастерских, которых можно поремонтировать и купить все, что вам необходимо. Здесь стоят не только на якоре, но и на буях. И буи здесь обычно у всех своих, куча разных лодок. Но здесь в основном те, которые тут, скорее всего, живут, потому что лодки старые, и все спорты приписки Форде-Франс. Поэтому, скорее всего, все местные. Далее идет рыболовецкий пирс. Рыбацкие лодки. Какой-то старый заброшенный паром, наверное, непонятно, что это такое. Это, может, тоже рыболовецкая, какая-то гирлянда с огнями наверху. Дальше начинаются два пирса. Марины, вот это самый первый, это пирс, на котором стоят, это мараны чартерной компании. Следующий пирс, вот вы видите его по прямой, там уже и частные лодки, и тоже чартерные, но с другой стороны. А на торце этого пирса находится заправочная станция. Тут перед заправочной станцией обычная полная каша. Вот здесь куча лодок ожидает заправки. Вот этот пирс заправочный. Смотрите, сколько на нем стоит плавсредств одновременно. Люди подходят на заправку. То есть три одновременно, еще иногда тузики сюда швартуют для заправки топлива в ВИПа. Пирсина большая. Мы потом пройдемся по пирсам, я вам покажу. А сейчас мы подъезжаем к месту, где находятся еще дополнительно магазины и одно кафе. Кафе, кстати, дорогое, порядка 25 евро на человека будет стоить одно блюдо. Но мы едем в магазин для того, чтобы забрать пирси. Вот спереди этот механик Плизанс. Мы туда идем. Здесь большой магазин, чисто технический. А это пирсы для тузиков. Сюда можно на тузах приезжать и швартовать свои лодки. Но здесь обычно с местом полное уже. Найти надо еще где встать. Здесь очень плотно с тузиками, очень плотно. О, я вижу место. О, отлично. Вот такой фингерпантон, мы сюда и едем. Сейчас едем дальше. Это тоже находится в Марине. И там центр, в котором делают кабеля, всякие троса и прочее. Риггинг. Риггинг-центр. Это тоже компания, которая называется «Кариб Марин». У них здесь находится большой магазин. А там у них находится мастерская. И там тоже есть понтон для тузиков, где можно тузик оставить. Мы сейчас проедем по всей Марине. Центральный вход, который от отправки прямо. И вот вы видите, там в конце есть место, где можно оставлять тузики. Есть еще место возле мастерских, где их можно тоже оставлять. Сейчас мы едем к мастерским. Вот, по местам. А вот это справа Интиго. Это ресторан. Еще один. Вот еще одно место под тузики. Здесь можно их также оставлять. А почему все тузики закрепляют? То есть, как мне сказали, что Мартыника самое безопасное место. Но, тем не менее, у меня вот друзей тузик сперли. Поэтому они рекомендовали все закрывать. Причем воруют не местные, а именно туристы такие, джипси-стайл. Так что будьте внимательны. Вот туда находятся понтоны, на которых ставят лодки приезжих. А если идти сюда, это все технические понтоны. Здесь происходит ремонт. Икинокс это компания, которая специализируется на нержавейке. А мы идем вот сюда. Здесь ремонтируют риггинг. Кстати, очень крутые ребята. Так, продолжаем рассказ о Марине. Для того, чтобы встать в Марине на понтон, вы видите, как вот сейчас происходит, швартуется лодка. Нужно обязательно позвонить Маринера. Он подъезжает. Вот вы видите кучу буйков. Он подъезжает, берет швартовый, заводит его на нос. И задом вы заезжаете на фирс. Вот Маринера, кстати, которая этим занимается. Вот он готовит буй для швартовки. А мы едем еще в одном. Я вам сейчас покажу еще одно место, еще один доступ. На Тузике, на берег. Сюда можно приезжать. Совершенно спокойно стоите вы на якоре, либо на буях. Прямо находится стоянка, буевая стоянка. И тут стоят лодки, которые также стоят в Марине. Стоимость стоянки на буе для нашей лодки составляет порядка 100 евро в месяц. А если вы стоите в Марине, это 30 евро в день. То есть, в принципе, относительно нормальные цены, если учитывать всю инфраструктуру и весь сервис. Дополнительно оплачивается вода и электричество. У нас за три дня получилось 6 евро. То есть, это все относительно дешево. Но мы не пользовались кондиционерами, поэтому потребляли совершенно мало. То есть, там компьютеры, а все бортовые системы у нас автономные. Вот мы провожаем сейчас мимо Марины. Тут стоят и большие лодки, и маленькие. И едем в самый дальний край, и оттуда поедем налево вдоль Марины. Мы ее как бы объезжаем сейчас полностью по кругу. Так вот мы сейчас доезжаем уже до самого края Марины. Поворачиваем. Пускак, который ограничивает скорость движения по Марине, но все на него забивают. Есть сознательные, которые идут медленно, типа нас, потому что у них тузики быстрее не могут. Но, в принципе, обычно здесь все такие и поехал на пирс. Но если стоит полиция, могут ругаться сильно, типа сбросить скорость. Но я не помню, чтобы штрафовали кого-то за это. Но ругаемся Мы уже почти доехали И вот смотрите Это значит, что у нас Закончилось топливо в Тузике Вот мы проехали 3 С копеечками мили Вот это то, на что хватило Полного бака в этом двухтактном моторе Мы сейчас сбрасываем газ Попробуем доехать на парад Конечно, уже к фонтону Потому что вот там вдалеке стоят люди Нам туда и нужно Топливо у нас, конечно, с собой есть Но буквально прямо перед въездом К пирсу его не хватает И так у нас получается Наша скорость Около 4 до 5 узлов И топливного бака хватает Как раз для того, чтобы объехать Всю марину в трех точках И все, потом нужно дальше заливаться Ну и заняло это время С той части марины на эту часть Марины заняло уже 10 минут То есть вся наша поездка суммарно Уже заняло почти около часа Чистого времени наката Ну вот Мы и приехали Топлива у нас таки Хватило доехать Короче Вот это место Где можно также швартоваться на тузике Вот в этой части находятся все рестораны И Рестораны, большие еще магазины Вот там тоже есть ресторанчики Если вот так вот посмотреть Прямо вы видите Вот здесь вот место, куда выбрасывать мусор Офис марины находится Вот там вот написано Капитан Ари Вот собственно Если вам нужно сюда Или в супермаркет Который находится вот здесь Это маленький супермаркет Достаточно дорогой Но сюда можно приехать На тузе Прямо вот сюда рядышком На тележке взять Сюда все привезти Но это не большой супермаркет Это такой конвиниент-стор Когда вы приезжаете И что-то там докупаете Всякие магазинчики Кафешки Это стандартно Вот по прямой Акваба Это очень крутой Рыболовецкий магазин Здесь реально все очень круто И реально всего очень много Также есть почта Вот вы видите Вот этот Симпл маркет Это еще один большой супермаркет Если удобно здесь Но я предпочитаю Суперчик Потому что туда удобнее Прямо там Прямо под супермаркет Приезжаешь на тележке А здесь тележку нужно Можно ее взять Но потом ее придется Отвозить обратно в супермаркет Это неудобно Часть дворика Вот мы сейчас поднимем Капитанарию А я покажу То, как это все выглядит снаружи Я только что показал Марину Здесь очень интересно Проходит система чекинов Заходишь Компьютер На компьютере Сам автоматически Вбиваешь свои данные Говоришь Окей Эти данные Идут там В таможню И они ставят печать Штампик стоит Это 5 евро А прикол в том Что иммиграции Здесь нет Если нужно отсюда улетать Вы просто улетаете И все Ну вам нужна только Европейская Шенгенвиза И прилетаете вы В Париж Скорее всего В Орлы Это самые дешевые Перелеты Вообще Со всех Кариб Но если лететь обратно Сюда прилететь Без визово Нельзя Это Френч от Ромер Территорий И сюда нужно Оформлять визы Через французское посольство Но улететь отсюда Можно совершенно без проблем О Вот это вот катамаран Это чартерная компания Моего знакомого Роберто Его зовут Роберто Миксера А вот Заходит сейчас Еще один катамаран И будет Швартоваться Роберто Миксера Итак Мы выезжаем из Марины 12.48 Скорость 3.5 И посмотрим Когда мы доедем Когда мы доедем На нашу лодку И какое расстояние было Сейчас 4.5 Мы уже наездили Очень хорошо видно Рик Куда ехать не надо В фендерах цветы Одна миля 12 минут Это то Сколько занял нам Сколько занял нам Маршрут С Марины К нам на лодку 14 минут Ну вот Вы можете себе представить Если у вас слабый мотор Сколько времени Вы тратите На такие путешествия Друзья Я вам сейчас хочу Показать еще Два места Которые В Лямаране Заслуживают На мой взгляд Внимание Первое Это плавучий док Это место Где поднимать Можно катамаран Или лодку Именно для того Чтобы произвести сервис Давайте сейчас проедем Я вам покажу КОНЕЦ КОНЕЦ Вуаля Вот такой вот Интересный заезд А тузики Здесь привязывают Прямо к лестницам Здесь куча магазинов Яхтенных И сервиса Ну и собственно То как стоят тузики Это они привозят воду То есть у вас нет ВХФ Да? Только один секунду Да Насколько это работает Насколько это работает А, окей Мы предпочитаем Проводить Резервирование С интернетом Окей Сколько времени Вы нужны Для резервирования Один день Один день Да Короче Вот такой кораблик Приезжает И заливает лодку Стоимость лодки 400 литров 28 8 евро То есть Нужно делать Резервацию Через интернет Но вообще Как сервис Для якоринга Очень прикольный Обычно Это есть на всех Других островах Но на этом острове Я такое вижу Впервые Прикольно Вот бумажечка Что у них есть Из сервисов Вода Газ Стирка Механические Ремонты Ну и какой-то Чат непонятный Что это они имеют ввиду Короче Вот такая вот Штука Вот такой сервис Среду И пятницу И на нем Все сейлоры Обмениваются Какой-то информацией Продать Купить Где вынести Мусор Короче Вот это происходит Раза на деле Можно общаться Познакомиться Познакомиться Подружиться Со всеми Яхтсменами Мы сейчас находимся В лаундре Здесь достаточно Интересная система Стирки белья Происходит она Таким образом Мы берем Кладываем Кладываем белье Берем Порошок И заливаем его Кротством Далее Вытираем температуру Стираем Насколько есть Здесь по-французски Написано Но это мелочь Выбираем Машинка номер 5 Появилась Нажимаем Окей Все Стоимость стирки 7 евро Берем Карточку И прикладываем Все Здесь карточка Сейчас считается И пятая машинка Начинает стирку А если вы забыли Купить Порошок То здесь Здесь много 13 Порошок Нажимаем 13 Он здесь пишет Стоимость В 1 евро Прикладываем Карточку Авторизация Вот Валя Друзья Спасибо за то Что остаетесь с нами И смотрите нас В этом выпуске Мы рассказали вам О Марине Ля Маран То есть Скорее всего Этот выпуск Он был интересен Яхтсменам Которым важно Сдать По приходу На Карибы Что ожидать От данного региона Поэтому не забывайте Ставить лайки Подписывайтесь А мы будем Дальше вещать Пока До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok